Владельцы земельных участков селения Нок Капцневальского района жалуются на то, что многие жители без присмотра выпускают свой крупный рогатый скот. Заходя в огороды, скот уничтожает посевы. Зоя Тумаева каждый год обрабатывает свой участок земли. В огороде у неё кукуруза, фасоль, помидоры и огурцы. Однако, безнадзорно пасущийся скот, неоднократно замеченный Тумаевой, уничтожил часть посеянной в огороде кукурузы. «Я не могу постоянно находиться в своём огороде, так как живу в городе. Вы же сами знаете, сколько сил уходит на обработку земли. Я посадила кукурузу. Урожай с виду был очень богатым, но животные сели всё». Уляны Кочева, опуская у царуки, говорит, уже нет желания обрабатывать свой участок весной. Животные были снесён в забор. Они обгрызли ветвь блодовых деревьев, уничтожили посевы. «Вот в этой части огорода я уже ничего не посадила. В прошлом году у меня здесь была картошка, кукуруза, помидоры. Но здесь ничего не созрело. Всё уничтожено животными. Была здесь и клубника. Хотела собрать, но не успела. Подсолнухов тоже не осталось. Всё сломали. В этом году я посела уже всего намного меньше, чем в предыдущие годы». Крупный рогатый скот в огороды заходит стадами, как утверждают владельцы участков, коров и быков здесь можно застать в любое время. Их не останавливают даже ограждения. «Я пенсионер, но не могу сидеть дома без дела, вот и обрабатываю свой участок. Однако урожай я так и не соберу из-за этого скота. Если и дальше будет так продолжаться, придётся, наверное, оставить дело с земледелем». Жители не разы обращались в УВД Цкинвальского района. Но бесконтрольный выпас скота в этом районе по-прежнему продолжается. Коровы и быки систематически уничтожают посевы сельхозкультур. С разъяснением мы обратились в УВД Цкинвальского района. В управлении рассказали, что сейчас здесь новые участковые, и на имя нового никаких заявлений не поступило. Однако недопустимости безнадзорного выпаса скота хозяев предупреждают, направляют уведомления. Что касается штрафных санкций, это не обязанность участкового. «Ни одно заявление не остаётся нерассмотренным. Мы всегда выезжаем на место, составляем административные протоколы, берём расписки с нарушителей. В данном случае это хозяева крупного рогатого скота. Это всё, что мы можем сделать в том случае, когда подаётся заявление. Далее уже суд выносит решение. Расписки проблему не решают. Люди и дальше выпускают свой скот без присмотра. Уже и штрафами никого не напугаешь». Хозяева скота обязаны проявить уважение чужому труду и не выпускать свой скот без присмотра. Соответствующие органы же продолжают работу по ознакомлению жителей, содержащих домашнюю скотину, с правилами выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории района. Анжела Кукоева, Заурустаев, Заре Марсоева, Джон Итехов. Информационный выпуск сегодня.